МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вы помните, откуда было заявление сделано, просьба о воде войск? Оно было с территории Таджикистана. И все это знают. Чем ситуация в этот раз принципиально отличалась от того, что произошло в Афганистане? Ничем совершенно. Но никто же фактически не осудил то, что происходит сейчас на территории Йемен, хотя это вмешательство во внутрь дела государства. И поэтому с этой точки зрения, если, положим, нет возможности решить вопрос силой, ну тогда, конечно, давайте будем как-то договариваться с кем-то. Ну, вы знаете, а нельзя было этим заняться ровно год назад. Надо было попробовать, посмотреть, что у вас не получается. И после этого потом давайте будем искать какие-то договоренности с кем-то. Это все правильно. Ну, посмотрите, сколько людей реально было убито. Причем люди что, эти люди были прикрыты средствами противовоздушной обороны были? Они не имели этих средств в достаточном количестве. Их расстреливают практически как в тире. И что дальше? Нам радоваться, что молодцы. Понятно, когда ведутся боевые действия, невозможно отделить, например, зоны, где воюют, да, от мирного населения. И мы знаем массу примеров, да, по Палестине, к примеру, по сектору газа. О том, что, конечно, очень сложно разделить цели. Но вы понимаете, у меня лично возникает вопрос следующий. Ну, во-первых, насколько хорошо была организована разведка целей. Вот у меня есть очень серьезное подозрение, что разведка осуществлялась крайне низкой. Она осуществлялась крайне неэффективно. Потому что очень часто поражались цели, которые не должны были поражаться. Я уж не говорю о свадьбах, по которым периодически наносили удары в геме. Вы сами понимаете, что это не имело никакое отношение к ведению непосредственно боевых действий. Поэтому если какое-то государство начинает боевые действия, оно должно было хотя бы оценить свой потенциал раз. Во-вторых, каким образом будет осуществляться наведение тех высокоточных средств, которых у него вполне достаточно. Но если у вас нет нормальных средств разведки, хотя бы военно-технических, то, наверное, не надо начинать боевые действия, потому что совершенно понятно, что при этом будет гибнуть большое количество мирного населения. Надо попробовать, действительно договориться, но ведь для того, чтобы договариваться. Ведь если хотите договориться, например, с хуситами, то, наверное, хотя бы нужно прекратить боевые действия. Сделать какое-то перемирие. Есть же очень хороший пример, что Россия и США достигли всех. Почему этот опыт не используются, например, на территории Гемена? Но это-то предполагает прекращение нанесения ударов. А если вы хотите продолжать нанесение ударов и при этом договариваться, то опять же нужно понять, вы по кому удары хотите наносить. Хорошо, вы можете отделить, например, Аль-Каиду от хуситов. Но ведь хотите хуситов поставить рядом с Аль-Каидой, носить удары и по Аль-Каиде, и по хуситам. Но ведь, посмотрите, в Сирии так же не происходит. Там же разделили оппозицию на умеренную, неумеренную. По умеренной ударам не наносится. Если вы хотите по всем наносить удары, могу вам сказать, что никакого мира, в принципе, на территории Гемена обеспечено быть не может. И с военной точки зрения я не вижу никакой возможности решения этой проблемы силой, потому что этой силы нет. Ведь посмотрите, что было использовано. Всё, что можно, было задействовано. Даже с суда мы отправляли военнослужащих. Дальше что получилось? Когда пытались задействовать, вот раньше можно было задействовать какие-то там силы, например, некое количество вооружённых отрядов, различного рода направленности, то ведь сейчас этих отрядов в реальности тоже нет. То есть получается, что реально, реально на территории Гемена внешними силами воевать не получается. Ну тогда понятно, надо ещё договариваться. Я за то, чтобы на территории Гемена был мир. Но мне бы хотелось, чтобы мы перестали жить в этом королевстве кривых зеркал. Чтобы мы смотрели на святительность так, как она есть. И различали, положим, внешнее вмешательство от борьбы с некими мятежниками, которые свергли законное правительство, а теперь законное правительство сожжёт вернуться. Но в Сирии почему-то этого нет. Почему-то в других местах это нет. А в Йемене нужно именно, чтобы законное правительство вернулось. Причём, извините за моё пафос, но это получается, что в чужих штыках оно должно вернуться. А как оно управлять будет? Как оно будет управлять? Ведь Йемен — это не бахрей. И с этой точки зрения, тот сценарий, который бы реализован там, в Йемене просто физически не сработает. Поэтому я полагаю, что если мы хотим добиться мира, то хотя бы надо прекратить нанесение ударов. И подумать о том, как договариваться.